17 сентября 2021 года вас приветствует из Иерусалима Анна и Рафаил. Вчера в Израиле был Йом-Кипур, день, в который иудеи совершают пост, молятся о прощении грехов, день очищения. И в сегодняшнем нашем выпуске мы расскажем вам и покажем, как этот древний ветхозаветный обычай совершается в сегодняшнем Израиле. Не стоит, конечно, думать, что евреи каются и получают отпущение грехов только один раз в году. Покаянные молитвы, исповедь, краткая исповедь, читается дома каждым верующим ежедневно. Однако есть один день в году, установленный еще в Ветхом Завете, когда в древности в ветхозаветном храме приносилась специальная очистительная жертва за грехи всего народа. Без этого жертвоприношения, без этого дня народ считался нечистым. И только этот день давал ритуальную чистоту народу на весь год. Разумеется, за каждое согрешение, совершенное далее в течение года, также полагалось приносить жертву в храм, просить прощения, исправлять свой поступок. Но полное очищение от грехов происходило только в этот день, единственный день в году – Йом-Кипур. Предшествуют Йом-Кипуру 10 дней покаяния. Начинаются они сразу же после еврейского Нового года, и на еврейте называются слихот. В эти дни все стараются уладить тяжбы, если между кем-то они есть, попросить друг у друга прощения, примириться со всеми родственниками и знакомыми, отдать все долги. И, конечно же, и дома, и в синагоге читаются особые молитвы – слихот. Кстати, их не разрешается читать поодиночке, нужно читать только соборно, то есть всем вместе. Почему это так, мы еще расскажем вам в нашем сегодняшнем выпуске. А пока мы отправляемся ночью в еврейский квартал к стене плача. Это последний день, десятый день слихот, то есть за день до Йом-Кипур. Конечно же, эти молитвы читают во всех синагогах, но самое главное – это, конечно же, молитва у стены плача. Почему? Потому что стена плача – это склон храмовой горы, она находится ближе всего к тому месту, где стоял ветхозаветный храм. И неудивительно, что все верующие люди и живущие в Иерусалиме, и в других городах стараются в эти десять дней побывать у стены плача. Как мы видим, молитва продолжается не только весь день, но и всю ночь. По пути к стене плача можно как раз останавливаться и у гробницы царя Давида на Сионе. Согласно Библии, до строения храма Соломона, тот, который перенес ковчег завета и который молился за весь народ, был как раз не первый священник, а царь Давид. Поэтому есть люди, которые предпочитают в этот день помолиться особо, сугубо именно у гробницы первого царя Иерусалимского, у царя Давида. Надо также иметь в виду, что в Йом-Кипур это был единственный день, когда в храм Соломона и в втором храме, который существовал позже, вошел первый священник, который был представителем народа Израиля, святая святых. Однако во времена первого храма эту функцию выполнял не первый священник, а, скорее всего, царь. Сегодня, на удивление, очень мало людей там. Но те, которые стоят или сидят у синагога, прямо у гробницы царя Давида, видно, что чувствуют особую благодать, особая сила молитвы. Дело в том, что кроме фигуры первого священника, который входит в святая святых, есть еще и ожидание полного отпущения грехов или прихода Мессии. А как раз царь Давид это и есть образец Мессии, образец спасителя народа. И именно поэтому некоторые, которые ожидают не просто повторения, как каждый год и за год в год, те же самые молитвы, те же самые покаяния и потом возврат к бытовому образу жизни. Люди ожидают какого-то мессианского подхода, поэтому они особо сугубо молятся у царя Давида, и отсутствие людей как-то способствует более усердную молитву. Поскольку у иудеев вот уже 2000 лет нет храма, и совершить очистительное жертвоприношение в Йом-Кипур они не могут, в народе проводят обряд копород. Конечно же, раввины говорят, что это ни в коем случае не замена жертвоприношению, а только напоминание о нём, но простой народ верит, что это именно и есть момент отпущения грехов. Обряд проводит так, берётся курица или петух, вращается над головой кающегося человека, и читается в это время особый отрывок из Библии, из Ветхого Завета о покаянии. Кающийся же произносит, это замена мне, это вместо меня, это выкуп мой. После этого человек говорит, «Пусть уделом этой курицы станет смерть, а моим уделом благополучная долгая жизнь и мир». После этого курицу отдают на бойню, при том считается, что хорошо, если человек смотрит, как животное убивают, чтобы он понимал, что и ему за его грехи положена такая же участь, но по милосердию своему Бог в этот день прощает и очищает его грехи. Потом мясо этой курицы раздаётся беднякам. Также обряд копород иногда совершают те, кто любят животных и не хотят их смерти, при помощи милостыни. То есть, точно так же, читая текст Священного Писания, раздают милостыню бедным. Однако на месте разрушенного храма очень много столетий находится мусульманская мечеть. Но, тем не менее, евреи стремятся к храму, и самые молитвы для Йом-Кипура, и вообще молитвы сына Гагальной, постоянно напоминают о тех жертвоприношениях, которые были в храме. Народ молится о том, чтобы Мессия пришёл и построит храм, и, соответственно, стремятся молиться на самом близком месте, что есть, поближе к храму. И самая близкая точка, как раз, где евреи имеют право молиться, это у Стены Плача, то есть Хакотель Хама Арави, западная стена. Это действительно древняя стена, которую построил Ирод вокруг территории храмовой горы. Это не единственное, что осталось от храма, но, тем не менее, это памятник разрушенного храма, и именно всё, что с ним связано, свято. Даже вот эти кусты, даже вот эти травы, они имеют целебные свойства. А вот здесь прямо пристроен к самому Стены Плача находится синагога. Эта синагога, она ещё и является интереснейшее археологическое место. Там находится древнейшая арка, то есть, когда находишься в синагоге, видно, что вот там своды находятся над нами. И эти своды, как раз то, что мы видим сейчас, ну, это конец первого тысячелетия, но они стоят на месте, где был мост времён Ирода, то есть, времён Христа. Дело в том, что сама территория, где Стена Плача, находится ниже еврейского квартала. Еврейский квартал времён Христа, это был верхний город. А от верхнего города до территории храма был мост. А где был мост? Мост был над этими сводами. Получается, по верху был мост, и по этой дороге народ шёл куда? В храм. А в наши дни главная синагога у Стены Плача находится как раз под этим сводом, под этой аркой, которую археологи называют Аркой Уилсона, потому что Уилсон нашёл вот эту, обнаруживал эту арку в конце 19 века. Видите, записки у Стены. Но Стена Плача – это не только то, что мы обычно видим. Есть туннели под Стены Плача, потому что Стена продолжается ниже, ниже уровень земли. Вот я это как раз и снимал тут специально для вас. Есть также специальный археологический туннель, по которым идут, но здесь есть прозрачный пол, как бы, и через стекло можно увидеть, куда продолжается идти вниз сама стена, построена Иродом. Изначальное предназначение этой стены было, однако, весьма утилитарным. По приказу Ирода Великого перестроили храм, покрыли храмовую гору огромными плитами, и вот здесь, с западной стороны холма, на котором стоял храм, одна из плит свисала. Для того, чтобы она не обрушилась людям на голову, западный склон холма, укрепили и построили вот эту самую стену. У её подножья шла улица Кардо, на которой, по сути дела, мы и находимся сейчас. И вот эта синагога древняя стоит не только под сводами моста, но и на месте древней улицы, торговой улицы Кардо, которая шла через весь Иерусалим. В современных синагогах своеобразным символом разрушенного храма является специальное хранилище для свитков Торы, арон-кодыш, или, как по-русски говорят, синагогальный ковчег, или ковчег святыни. В синагогах он появился уже после разрушения первого храма и символизирует собой как бы замену исчезнувшему тогда ковчегу завета. Десять дней покаяния и сам Йом-Кипур отмечают даже те израильтяне, которые в течение года в синагогу не ходят и кашрут не соблюдают. В эти дни все вспоминают о своих корнях и, видимо, в память о бабушках и дедушках отправляются на концерты послушать покаянные песни. Исполняют их не только раввины, а у нас есть раввины, которые поют и даже выступают, но и популярные звезды, певцы. Еще раз в эти дни все поголовно становятся верующими. И вот такое исполнение мы слушали в течение всей недели с нашего балкона. Репертуар лично я выучила практически наизусть. Это, можно сказать, уже народные, синагогальные, покаянные песнопения. Здесь, конечно, мы их слышим в популярной эстрадной обработке, а вот для того, чтобы услышать, как их поют молитвенно верующие люди, нужно пойти либо в синагогу, либо к стене плача. Поскольку не принято у иудеев, чтобы мужчины и женщины молились в одно пространство, выделяются разные территории, то есть здесь также, и как в любой синагоге у стены плача, бывает и женский двор, и мужской двор. Интересно, что женщины, они каждый, в принципе, молятся отдельно, а мужчины, у них то, что называется миньян. Миньян – это от слова счет, то есть считается, что на каноническую молитву надо, чтобы были хотя бы 10 взрослых мужчин. Минь взрослый – это означает тот, который уже был у него 13 лет, то есть прошел уже бар митцва, это означает, что он уже отвечает за себя, за свои грехи, так что минимум 10 человек собирается, и это, как можно сказать, как своеобразная, то есть синагога. Получается, что на эту площадку собирается не просто один какой-то раввин, и за ним как бы все стоят молча, а вот бывает вот разный миньяним, миньяним – это в множественном число вот разные собрания, то есть одни могут быть ашкенасские, то есть европейские, другие могут быть восточные, третьи могут быть марокканские, и каждый со своими песнопениями, со своими обычаями. А объединяет в этот день обычаи слихот, то есть прощение, когда просят прощения за свои грехи у Бога, и поют разные песнопения. Никто точно не знает, когда этот обычай в эту форму появился, однако большинство ученых считает, что уже это стало сложиться с X века после Рождества Христова, и вот такие песнопения продолжались писать в принципе до недавнего времени, и вот сложилось какой-то канонический сбор покаянных стихов, это именно написано в стихотворном виде, на библейском иврите, конечно, но большинство этих песнопений, они как раз средневековые. Среди них как бы есть еще и обязательно читают из книга Исхода о том, как сошел Господь в облако и остановился у Моисея, и дальше написано, как присутствие Божие, как прошел Господь перед лицем его и возгласил Господь, Господь, то есть Адонай, Адонай на иврите, Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду, являющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Это из исхода 34 глава 5 до 7 стиха. Это причисляет 13 свойств Божьих. Ну, в принципе, можно суммировать как одно. Вот прощение, которое не взирает на все трудности человека, а Господь, который готов принять любое сердце, которое к нему обращается. Это и, в принципе, главный смысл и называется это как раз 13 свойств Божьих. 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 Также, однако, человек кается в своих грехах, кроме вот этого чтения этих свойств, кроме того, что еще поют разные красивые стихотворные покаянные стихи, читают на алфавитном порядке. Ашамну, Багадну, Газальну, Дибарну, Дофи, то есть Алиф, Бет, Гимель, Далет. Это в переводе «виноватые», «предавали», «украли», «клеветали» и так далее. Это еврейская традиция говорить, что любой грех, который человек совершил против Бога, в этот день прощается. Но грех, который человек совершил против ближнего, прощается только, если он у ближнего просил прощения. Так что, в принципе, это формальная исповедь, это должно быть как дополнение к личному прощению, которое человек просит у своего брата. Субтитры создавал DimaTorzok Далеко не все умеют и хотят так долго молиться, поэтому многие приходят в стене плача просто пообщаться, провести время, повидать родных, знакомых, друзей. У нас очень долго были локдауны, ограничения, и, конечно же, сейчас израильтяне используют любую возможность. Но и в прошлые годы, в эти дни, особо много людей у стены плача. Здесь вы можете видеть весь Израиль, от людей самых светских и современных до ультра-ортодоксов. Особенно хочется сказать о парах. Считается особым благословением Божиим побывать у стены плача в эти дни. И если девушка с молодым человеком приходит сюда, значит, их отношения уже очень серьезные, и явно они собираются скоро пожениться. Ну а для верующих молодых людей это такая легитимная возможность юношам и девушкам познакомиться или просто пообщаться. Сам Йом-Кипур – это день строгого поста. 24 часа верующие люди ничего не едят и не пьют. Начинается пост с вечера накануне, после захода солнца. Соответственно, в день, предшествующий Йом-Кипуру, уже закрыты практически все магазины, учреждения, бизнесы. Открыты только супермаркеты, потому что люди запасаются продуктами. И, конечно же, парикмахерские. Считается, что пост нужно обязательно встречать чистым, красивым. Ведь Йом-Кипур – это не только пост, это еще и праздник. И поэтому многие люди в последний момент еще успевают постричься, побриться, привести себя в порядок. Ну а все остальные, как я уже говорила, готовятся к вечерней трапезе. Трапеза бывает примерно в 4 часа вечера, то есть до заката солнца. И обычно она считается не праздничной, но торжественной. Люди же менее верующие стараются перекусить во всяких ресторанчиках и кафушках, которые открыты до самого, можно сказать, последнего момента, закрываются последними. Поскольку трапеза торжественна перед началом поста, многие дали друг другу цветы, точно так же, как и перед наступлением субботы. Интересно также сказать, что в этот день очень рано заканчивает работу городской транспорт. Накануне Йом-Кипур автобусы перестают ходить примерно в 4 часа вечера, иногда даже раньше. Это зависит от астрономического часа захода солнца. Полиция перекрывает абсолютно все дороги и шоссе. Жизнь продолжается только в арабских районах города, но арабы не могут выехать из своих городов и деревень в другие части Иерусалима. Город, да что город, вся страна буквально вымирает на сутки. Для меня в религии тоже играет очень важную роль и эстетика, как все выглядит, то есть красота. И если подходить именно с этой точкой зрения, Йом-Кипур это действительно хоть постный день, но это день очень торжественный, красивый. У людей есть надежда действительно на настоящее духовное возрождение, очищение. Да, я могу быть очень циничным иногда, и даже сам об этом пишу и в соцсетях, и говорю об этом нередко, о том, как люди лицемерят, или как бы вот могут убивать друг друга в повседневной жизни и так далее. Но также я знаю, что в этот день, и это то, что я заметил всегда, Иерусалим выглядит совсем по-другому. Город вообще удивителен, и во время еврейских праздников, когда не работает транспорт, конечно, наступает тишина, но Йом-Кипур это день, где очень удобно и нам молиться, то есть нам, я имею в виду христианам, потому что у нас есть такое понятие исихия, тишина, то есть и вот эта тишина и благодать наступает в этот день, из-за того, что все сосредоточены. Никто не просто праздно так не ходит по улице. Но даже те, которые на великах, они как-то хотят какую-то свободу, а те, которые идут целенаправленно в синагогу, конечно, они идут с определенной цели. И это, конечно, ощутимо, и думаю, что для Бога это тоже угодно. Катание по пустым дорогам на велосипедах в Йом-Кипур – это особая тема. Этого дня ждут все дети. Ну, кроме детей из особо верующих религиозных семей, которым, конечно, не разрешают родители кататься ни на чем в этот день, они молятся и постятся. А вот большинство детей страны, конечно же, высаживаются на велосипеды, на скейтборды, надевают ролики и гоняют по проезжей части. Никто их за это ругать не будет, опасности никакой нет. А начинается все, как мы говорили, с вечера. И вот полиция уже закрыла дороги, но кое-какие таксисты, отдельные машины еще умудряются проехать. Мы видим, как дети ругаются и кричат им. Вы что делаете? Сегодня Йом-Кипур. Вы почему на машинах? Это как шаббат. Вы должны дома все сидеть. Сам пост в Иерусалиме в этом году начнется ровно в 6-10. И вот люди успевают до этого, покушают хорошо, каждый у себя дома, окажутся своей семьей. И после обеда все идут в синагогу. Конечно, торжественное ощущение. Не все одевают самые красивые свои одежды. Еще нет вот этой усталости от поста, в принципе. Когда люди вернутся из синагоги потом, они не вернутся уже на обед или на ужин. Это будет день поста. Некоторые даже вообще не спят в этот день, чтобы молиться, вымаливать все свои грехи. Из-за ковид-ограничений некоторые предпочитают молиться на улице. Конечно, все одеты, не все, но много одеваются в белом. Считается, что в древности также плясали. Это был день радостный. Чери иерусалимские все ходили на улицах, плясали. Нашли себе даже женихов. В наши дни такой обычаи нет. Но, тем не менее, ощущается торжественность. Белый цвет символизирует чистоту. Это как у пророка Исаия в первой главе речь идет о том, что Господь говорит, «Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю». Мы также говорим в 50-й псалом, «Окропиши меня и сопами очищусь, а мыши мне и падше снега убелюся». Так что это древнейшая, действительно, библейская символика. Эти синагоги, которые мы сейчас видим, это синагоги Ашкенаски. Песнопение тут немножко различается от того, что мы услышали с вами, когда были у стены плача. В Йом-Кипур, как и в любой иудейский праздник, нельзя зажигать свет после наступления этого дня. Соответственно, у многих горят две свечи, точно так же, как это делают при наступлении субботы или любого другого праздника. Как видите, на улицах пустынно. Дома остаются только те, кто по состоянию здоровья, например, не могут пойти в синагогу. Ну или люди не слишком верующие. А некоторые, как хозяева этой богатой большой виллы, устраивают молитву прямо у себя в саду. Собрали тот самый миньян, минимум 10 мужчин, и молятся прямо у себя. Ближе к ночи в Иерусалиме всегда становится прохладно. В этом году даже было очень ветрено ещё. Наступает ночь, дороги уже все закрыты, попадаются только отдельные пешеходы. Вот наши дети. Для детей, конечно, это потрясение каждый раз, что можно потрогать катафоты, светящиеся на дороге, что можно безопасно гулять там, где обычно мощное движение машин. Но гулять мы пойдём завтра. Сегодня мы уже тоже уходим домой, как и многие. Ну, а на следующее утро что бывает? Весь следующий день люди светские гуляют и катаются на транспортных средствах, как мы уже рассказали. А люди верующие идут в синагогу с утра, а потом ещё и вечером. Вечером, конечно, уже утомлённые постом идут не так бодро и не так быстро, как накануне. Вот мы видим семья, где мама явно еле-еле справляется с горой. Она действительно уже сутки не ест и не пьёт. Это нелегко, особенно людям в возрасте. Ну, а наши девчонки по очереди носят роликовые коньки, катаются, гуляют. Солнышко последнее. Это мы уже вечером сейчас гуляем. Скоро уже закат. Днём жарковато было, мы не выходили. Рут показывает, что можно делать спортивные упражнения прямо посреди проезжей части, где обычно ходят автобусы и много-много машин. Кассенька играет с дорожной разметкой. Вот так обычно детки отмечают этот день. Удивительно красивое небо было в этом году, как-то подчёркивающее торжественность и тишину этого дня. Прямо такое библейское небо, не правда ли? Потихоньку вечереет. Как я уже говорила, люди идут на вечернюю молитву в синагогу, и дети докатываются, потому что уже пора, пора уходить домой. Скоро полиция будет открывать дороги. Интересно, что мальчишки пользуются тем, что полиция уже с многих перекрёстков уехала, а та полиция, которая будет открывать и убирать заборы, ещё не приехала, и можно поиграть в полицейских. Они перегораживают дорогу пешеходам и отдельным машинам и пропускают их с важным видом. Ну, а вот и наш перекрёсток. Остались считанные минуты. Полицейская говорит, подождите, подождите, ещё минутка, ещё минутка. Открывают строго по часам после астрономического захода солнца. Эта машина со спецсигналом, ей можно. Вот мы видим, как полицейская посматривает на часы. Ну, ну, ещё чуть-чуть. Пробка уже выросла. Обычно люди прямо спешат. Именно вот прям, когда откроют выехать, не минутой позже, многие почему-то так, видимо, тяготят с этим днём. Ура, ура, всё, можно ехать. Опять побежала обычная шумная городская жизнь. Всегда грустно, что этот день заканчивается, потому что заканчивается тишина, заканчивается древнее сельское ощущение нашего города Иерусалима. Но ничего, впереди ещё много разных праздников, много разных интересных событий, о которых мы будем вам рассказывать. А если вы любите сельскую тишину и сельскую природу, то в это воскресенье, то есть завтра, я приглашаю вас в 14.00 на сайт нашего ТОПОСа. Я буду показывать экскурсию по Галилеям. Побываем на горе Фавор, в Назарете. Увидим самую, что ни на есть, сельскую часть нашей страны. Экскурсия будет в бесплатном эфире на странице нашего сайта, которая называется ТОПОС ТВ. И будет она идти в эфире до полуночи понедельника. Так что уж точно вы успеете посмотреть. Ещё раз нужно перейти по ссылке на сайт ТОПОС. Ссылка есть в описании к этому видео. И там нажать на страничку ТОПОС ТВ в меню. Экскурсия бесплатная, так что всех вас сердечно приглашаю. Увидите, что делается в Галилее сейчас, сегодня, в эти дни. Ну что же, мы прощаемся с вами. Обещаем выходить в эфир как можно чаще. И желаем вам всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok